Друзья, всем привет! С вами пианист Куровцев Роман. Кажется, я открываю свой блог. Место, где я буду делиться своими мыслями, идеями и соображениями. Я думаю, вы понимаете, что с весны прошлого года все артисты и музыканты остались без работы, благодаря нашим властям. И, конечно же, этих мыслей стало достаточно много, для того, чтобы ими уже начать делиться. И сразу, конечно же, хочу сказать, что самое главное, для чего это делается, это ваше внимание, это хайп. И, конечно же, финансовые ништяки типа донат и пожертвования и прочее. Поэтому смотрите все мои музыкальные видео, приобретайте мои музыкальные треки, когда они выйдут, а также перечисляйте мне пожертвования и подарки на номер вот этой вот карточки, нажмите паузу, чтобы вам было удобно переписать. А теперь, когда я раскрыл главный смысл, можно продолжать, но пара умных мыслей все-таки будет. Поехали! Итак, друзья, привет! Очень рад всех видеть. Сегодня внезапно для самого себя хочу немножко поговорить про осознанность. Это, да, скажем, про то, что вы понимаете, что вы делаете, вы понимаете, почему вы делаете, и вы понимаете, что будет в результате того, что вы делаете. Да, это как такая связь настоящего, прошлого и будущего. Настоящий. Вы отдаете себе отчет, что вы делаете. Прошлое – это почему вы делаете, по каким причинам. И в будущее, да, это почему, что наступит в результате того, что вы делаете, что произойдет. Вот. Я просто увидел как раз в нескольких аккаунтах, ну, это, в принципе, копилось, копилось, а вот сегодня вылилось, что люди иногда вот так разговаривают, уговаривают людей, объясняют, что маски – это прямо плохо, что вакцины – это прямо плохо. Объясняют, почему. И как бы говорят, ребята, допустим, не надо носить маски. Вот. И я себя поймал на мысли, что для них это прекрасно, они молодцы. Вот. И я такого ни в коем случае делать не буду. Это совершенно точно. Вот. Я иногда вот там так у меня проскальзывает, что, ребята, не надо включать мозг, но вот так усиленно говорить, как бы, если люди выбрали, как бы, скажем, тупить или не понимать, что они делают, или самое главное – перекладывать ответственность на кого-то там еще, то это совершенно четко их выбор. Вот. Я вообще хочу сказать, что я, опять же, поймался на мысли на том, что выступаю как адепт такой новой религии, проповедник новой религии. Это, значит, осознанность, это свобода выбора, право выбора. Вот. И что-то там еще. Осознанность и понимание, соответственно, последствий своих поступков. Вот как-то так. Вот. И если человек выбирает перекладывать ответственность на другого, это, опять же, это его выбор, ну, это, как бы, его право, вот. Ну, и, соответственно, его, ну, его последствия, да, которые в любом случае наступят, да. Есть такой очень жесткий вопрос, который я очень люблю, и он реально максимально жесткий, на мой взгляд, он называется, кому это нужно. Вот. Кому это нужно, как бы, при ответе на этот вопрос, всегда расставляются, как бы, верные приоритеты. Действительно, кому там нужно, то или иное. Вот. На самом деле, да, каждый все равно несет ответственность. Это свойство нас, это свойство нашего мира. Вот. Вот хочу сказать, что есть, допустим, всегда ребенок, который, за которого отвечает взрослый, да, ну, хотя бы в наших понятиях. Хотя, в принципе, там, ребенок же тоже с какого-то там уже не очень большого возраста, там, не буду сейчас говорить, но он уже, как бы, самостоятель, да, но формально, как бы, родители там за него отвечают. Все время есть родители, с которых, да, можно спросить, типа, чего вы там не воспитываете, там, позволяете, или... Вот. То есть, такие нормальные нормы. Есть, допустим, женщина не несет ответственность в некоторых культурах, в частности, в восточной, ну, насколько я знаю, там, в России дореволюционной. Вот. Но это тоже связано с такими, что женщина, поэтому, не садится за автомобиль, там, не имеет права, там, говорить при мужчинах. Почему? Потому что, собственно, за все, что она скажет, отвечает мужчина. Вот. И поэтому, как бы, от греха к подальше проще сделать так, чтобы она, как бы, она просто молчала, и все. Вот. Но, на самом деле, ответственность за каждый свой поступок несет именно человек. Ну, то есть, я показал именно какие-то такие условности, какие-то суррогаты, да, вроде как, ну, в некоторых ситуациях, как бы, это позволяется. Но это позволяется только в нашем понимании. Ну, в природе, в мире тоже, я все-таки хочу сказать, что личная ответственность у каждого, да. По поводу вот этой ответственности, есть такая вещь, как Нюрнбергский процесс. Нюрнбергский. Вот. И там, как раз, собственно, было доказано, да, что солдаты, исполняющие, собственно, приказы, да, они несут личную ответственность. И они имеют право не подчиняться приказам. Вот этот вот момент сейчас, он, на самом деле, очень жестко ставится, вот, ну, теми событиями, да, которые происходят, или теми людьми, которые организуют эти события. Что, скажем, личная ответственность каждого за, там, те указания он получил. И, собственно, вот этот диссонанс. И он, возможно, понимает, что следовать им не надо. Но у него будет возможное увольнение. Вот. И человек все равно несет личную ответственность. Я хочу, чтобы вы это все поняли. И еще у меня есть такое, на самом деле, сильное подозрение, что как раз ребята проводили эксперимент, что, как раз, ну, даже больше не на нас, а на них. То есть, когда они именно давали приказы, там, убивать, там, еще, ребята, всем с утра приятного аппетита, да, выливать кровь, вытаскивать, там, волосы, золотые зубы. Они думали, ну, у ребят должно же быть, как бы, проснуться что-то вот это самое. Вот. Ну, как видите, да, они прямо не проснулись. Это очень большой вопрос, эти все вопросы к этим людям. Но, тем не менее, как бы, факт есть факт. Скорее всего, они решили, что, в принципе, с этим можно работать дальше и как-то там дальше использовать. Вот. В нашей стране там немножко другая ситуация, сильно другая ситуация, вот. Но здесь такое, соответственно, идет такое мягкое давление, мягкий поток к тому, что, ребят, вот у вас есть такая дилемма, да, поступить как, значит... Я сейчас, в принципе, представляю, да, там, контролеров. То есть, это продает людей на кассе, контролеров в общественном транспорте. Вот у них, на самом деле, более жесткая дилемма, чем у нас простых свободных граждан, что у них, действительно, как бы, завязано с работой и с тем доходом, который они получают, с теми деньгами, на которые они, в общем, кормят себя и семью. То есть, это вообще, в честности, так мягкий такой вопрос жизни и смерти. Вот. И, соответственно, я хочу все равно, там, не знаю, всем напомнить, что, в общем-то, всегда это свобода выбора у каждого. То есть, сказать, то самое, полностью свалить с этого начальника не получится. Вот. Соответственно, если вы, тем более, соответственно, если вы, там, опять же, носите маску, потому что, не знаю, потому что так сказали, потому что, там, ну, просто потому что так сказали, если у свободных граждан, я не понимаю других причин. Вот. Ну, как бы, вы определяетесь, я вас, там, насильно в осознанности какие-то, там, эти самые, тащить не буду. Как бы, это ваше дело. Если вы хотите, ну, если вы хотите тупить, вы тупите. Это ваше дело. Собственно, вам это всем позволяется, да. Вот. Почему? Ну, мы же, например, там, от каких-то, там, кошек, собак, там, мы же не требуем коров, мы же не требуем осознанности, да. Но мы постепенно думаем, а, о, что с ними, там, можно сделать по этому поводу, вот. И, как раз на этом моменте, я немножко понимаю людей, которые начинают, вот, придумывать сценарии, и они такие, блин, ну, ведь, как так, ну, я бы сделал так, да, как так можно, вот, как бы, ну, давай мы ему, там, не знаю, там, посадим на цепь, там, не знаю, пусть лает. Хоть какая-то будет польза. Вот. То есть, ну, я это вижу примерно так. Вот. То есть, это всегда ваш выбор. Вы, то есть, я к тому, что изначально человек, скажем, создан, да, осознанным, понимающим, и всегда есть вот эта вот карма, да, так условно, это результат последовательности, результат ваших действий, да. Это просто результат действий, вот. Кстати, это замечательная поговорка, да, что потопаешь, то полопаешь. Вот. Это как раз то же самое про карму, ну, про тот же самый эффект. Вот. Поэтому, если вы отказываетесь от ответственности, хотите на кого-то приложить, это совершенно ваше, ваше дело. Вот. И я просто тут не буду плясать и говорить, что, блин, ребята, как так? Ну, то есть, я уже проговорил это все, я понял, что, на самом деле, каждый делает просто действительно свой выбор. И моя задача вот сейчас как-то там поговорить с теми, кто уже понял, что, в принципе, без осознанности никуда, и как-то их тоже там, может быть, поддержать, подсказать, может быть, что-то я уже нашел, пронаблюдал и вот все такое прочее. Вот. Все остальные, как бы, ребята, это ваша жизнь, это ваше право. Вот. Значит, в заключении хотел сказать, что осознанность – это не про добро. Вот эта вот светлая мысль, я хочу, чтобы она запала в вашу голову, что осознанность – это не про добро. Это про то просто, что вы понимаете, что делаете и несете ответственность. Вот. Еще раз напоминаю, каждый, на самом деле, каждый несет ответственность, просто пытается сделать вид, что он, как бы, не несет. Но на самом деле несет. Понятно, да, с этим? Вот. Осознанность – это не про добро, осознанность – это вы понимаете, что делаете. То есть, например, неосознанность – это было просто какое-то совершенно массовое заболевание или массовая ситуация. Я совершенно не понимаю, как она возникла, но вот реально это было прямо, не знаю, в советские времена это было реально. То есть, очень много людей было неосознанно. То есть, когда они просто… вернусь сейчас к примеру, неосознанность – это когда вы, скажем, живя в деревне, берёте большой мешок с мусором и, соответственно, увозите его, скажем, за 500 метров и кладёте под ёлку. Это неосознанность. То есть, вы просто… ай, блин, пускай тут лежит. Или просто выкинуть бычок или выкинуть бутылку, посидеть, выкинуть бутылку и так сойдёт. Это неосознанность. А когда осознанность – это в данном случае круче, когда вы понимаете, что вся эта дрянь будет гнить, не знаю, 500-700 лет, реально, ну или не сгниёт вообще, и потом она разнесётся по лицу. И вот с этим осознанием вы это несёте и оставляете, именно с явным желанием нам пакостить. Вот это осознанность. Добро пожаловать в клуб. Вот. То есть, осознанные люди – это не всегда добрые люди. Это люди, которые понимают процессы, понимают, что происходит. Вот. И просто в основной своей массе всё-таки должен сказать, что люди добрые. И, допустим, когда у них включается осознанность, что там не нужно действительно покупать эти самые меховые изделия, потому что это действительно напрямую сильно завязано с вот этой индустрией, вот, по поводу мусора, вот, то у них включается, что, в принципе, там, я хороший и я, как бы, хочу делать, чтобы было хорошо. Поэтому в большинстве случаев осознанности достаточно. Вот. Но, как бы, есть люди, которые осознанно, как бы, делают, принимают плохую сторону, вот, там, осознанно. Это, в основном, это уже люди, которые стоят в, как бы сказать, в начале, да, цепочки всех событий. Вот. То есть, это даже не, ну, не знаю, сейчас, там, про мэра и про губернаторов мне сложно сказать. Всё-таки они больше просто исполняют приказы. А вот те люди, которые дают задания, да, что, вот, как бы, ну, как бы, выполнить, вот, сформировать такие условия, там, чтобы люди, чтобы их столкнуть, чтобы люди ходили в масках. Вот. Потом, ну, все эти известные вещи, да, там, 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 как бы, все эти, так называемые элиты, да, там, там, вколоть себе, там, клетки, да, скажем, там, новорожденных, там, использовать кровь, там, ну, вот эти вещи тоже, я хочу, чтобы вы понимали, что эти вещи делаются максимально осознанно, и они соизмеряют риски, ответственность той же самой кармы. Кармы они максимально стараются очистить. Да, есть такие методы, мы, опять же, если вам будет интересно, я об этом поговорю. Вот. Но, соответственно, пытаются очистить карму, но, вот, в их познании, что, вот, именно, как бы, польза, то есть, возможность выжить, да, возможность обновить свои клетки посредством, там, каких-то жертв, да, она выше. То есть, они это, вот, они это выбирают, как бы, совершенно осознанно. Вот. Так что, вот, собственно, вот этот вот большой-большой разговор, вообще, про само понятие осознанность, как это, как это работает, как это реализуется в нашей жизни. Вот. Вот. Я хотел с вами сегодня, значит, это самое обсудить. У меня прям вспышечка такая была. Вот. Поэтому, соответственно, всегда жду ваших комментариев. Буду вас все время про это говорить. Очень интересно, что вы считаете, что вы думаете, как вам нравится, не нравится. Значит, еще раз все-таки вопрос, надо ли ускорять. Вот. Надо ли это ускорять. Вопрос, не знаю, как вам моя футболка. Вот. И если прям все понравилось, как, вот здесь я могу это говорить, да. Когда я, собственно, выпускал свои инструментальные фортепианные видео, я не мог это просто сказать, да, играя, играя. Подписывайтесь на канал. Значит, соответственно, ставьте лайк. Ну, это я сейчас еще перед Ютубом тренируюсь. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делайте репост и, соответственно, делайте мне небольшой банковский перевод, потому что вся культура сейчас в одном месте. Я думаю, вы понимаете. Вот. Поэтому, соответственно, был очень рад. Буду рад, если кому-то это понравилось. Вот. Всем, как бы, осознанности, как бы, осознанность – это все равно то, к чему мы должны прийти и то, к чему, на самом деле, нас подталкивают, когда каждый именно осознанно делает свой выбор, там, носить маску, требовать маски на кассе или нет. Вот. Кстати, да, в заключение хочу сказать, что все-таки у меня здесь во дворах есть продуктовый магазин. Я нашел его, я счастлив. Есть продуктовый магазин, в котором меня не требуют маски. Вот. И я туда вообще, соответственно, уже хожу, там, четыре раза в неделю. И я счастлив, и они счастливы. Они все-таки поняли, что, ну, как по мелочи, что все-таки за клиентом надо немножко это самое… создавать ему хорошие условия, а не прессовать. Вот. Так что, собственно, выбор есть у каждого. Вот. Желаю сегодня всем осознанности и бодрости духа. Вот. Всем счастливо! Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok